Приветствую вас, и начать мне бы хотелось с того, что ваша постановка вопросов в целом является совсем верной. Именно в том смысле, что с ревностью бороться не нужно, в том смысле, что не нужно подавлять в себе чувства, и в том смысле, что сама ревность ваша пришла именно из-за того, что вы подавляете свои чувства, что вы запрещаете себе испытывать некие эмоции определенные. Вот, сама ревность пришла именно потому, что вы ее себе подавляли и, вероятно, продолжаете подавлять. Ну, не ревность, конечно, а нечто что-то иное совсем. Поэтому первое, о чем нужно, значит, подумать, первое, о чем нужно сказать, это о том, что вам необходимо сменить акцент на побороть, да, то есть все побороть, на раскрыть. То есть, я хочу раскрыть, что стоит за моей ревностью. Я хочу понять, почему я ревную и не хочу жить без ревности. Вот. Это первый момент, который я хотел бы до вас донести, да, потому что, как бы, побороть ревность, значит, ее подавлять, значит, на себя наступать, значит, себя, опять же, контролировать, а это ни к чему хорошему не приводит. Это первое. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что мужчина старше вас на 15 лет. Подобная разница в возрасте, как правило, всегда имеет место быть, если в взаимоотношениях человека были определенные проблемы с родителями. То есть, подобные проблемы имеют место быть практически всегда, когда у человека, точнее даже не проблема, а подобные ситуации, подобные ситуации имеют место быть всегда, когда человек в детстве имел определенные выделяющиеся отношения с родством. Именно этим, вероятно, и обусловлено то, что вы выбрали мужчину старше себя на 15 лет и чувствуете себя с ним ребенком. Я полагаю, что это также одно из ключевых, одна из ключевых особенностей, которые можно здесь раскрыть. Причина, причин может быть очень много, обиды на отца, оздраненность от отца, наоборот, избалованность от целом отцовским вниманием, избалованность мужчин, ну, старше мужчин, достарше и так далее. Могут быть и другие факторы, но, как правило, все упирается в некую такую незавершенность комплекса электро. Когда человек, как бы, испытывает некоторые чувства не совсем дерзкие к своему родителю. Вот, это нормально, через это проходят абсолютно все люди, просто кто-то переживает это и отпускает, а кто-то, кто-то этот период не перешил, и, в итоге, это, к сожалению, может влиять на его жизнь. Не то чтобы, не то чтобы, я считаю, что отношение не может быть между людьми, разница в возрасте которых составляет больше 10 лет или больше 6-7 лет. Просто, как правило, там есть определенные подводные камни. И ваша ревность, которая, кстати говоря, является проявлением детского, немножечко архаичного, ну, вот, именно, именно в контексте своего проявления чувства. Ага, на это явно указано. То есть, ревность это страх, ревность это захват человека чувствами, ревность это определённая позиция жертвенности, определённая позиция неблагополучия. То есть, вы же, вот что говорите, да? Что, что говорите? Что любимый человек не изменяет и обязательно найдёт себе кого-то получше. То есть, здесь имеет место быть неуверенность в себе, здесь имеет место быть страх одиночества, здесь имеет место быть обесценивание себя. Вот. Ну и, зачастую, зачастую, да, это может быть ещё и, значит, некое стремление, некое желание доказать, ну, например, доказать кому-то, вот, что вы обязательно лучше, что вы обязательно, там, самая красивая, самая привыкательная и т.д. и т.д. и т.д. Кого-то получше уже говорит о том, что вы сравниваете себя с другими. Вот. Ну, а сравнение себя с другими, естественно, никогда не завершается в вашем пользе, это совершенно понятно. Поэтому первое, что нужно сделать, это перестать, сравнивать себя с другими людьми и обращать внимание на то, что является именно вашими достоинствами, то, что является именно вашими особенностями, то, что является именно вашими плюсами и максимально полно их раскрывать. Оставляя за другим человеком выбор либо быть с вами, либо не быть. То есть, если человек вам изменяет, то это нужно понимать, да, что это не просто так происходит, да. То есть, человек, изменяя, идёт, как правило, на определённые решения, которые тоже могут быть приняты не от наличия благополучия в жизни человека, вот, но вы, опять же, скорее всего, на это внимание сейчас не обращаетесь. То есть, вы думаете в данном случае только о себе, а не о нём. И вот то, что вы думаете о себе, некая эгоистичность, то есть, восприятие возможной измены как результат того, что именно с вами что-то не так, да, и, соответственно, взять на себя ответственность за то, что человек вам изменяет, так это тоже является следствием нарушения личных границ, границ ответственности, как вашей, так и ответственности другого человека. Что, в свою очередь, означает, что в детстве вам не было показано, что такое личные границы и как их нужно уважать, как их нужно воспринимать и как к ними нужно обращаться. Ревность также это страх одиночества, страх остаться одной, боязнь остаться одной. Что, в свою очередь, происходит из-за того, что вы себя до конца не принимаете. То есть, вам нужен другой человек, чтобы с ним чувствовать себя лучше. Здесь акцент идёт именно на то, как вы себя чувствуете с молодым человеком, как вы себя ощущаете, какова природа этих чувств и так далее. Здесь нужно работать именно с принятием себя. Далее. Ревность проистекает из отсутствия значимости. То есть, вы сконцентрированы на ревности, потому что для вас очень важно не потерять отношения с молодым человеком. А отношения с молодым человеком для вас имеют значение очень важное. И вот тут тонкость в том, что значение отношений явно больше и мотивация быть с мужчиной у вас явно больше, чем это обычно происходит в норме. Соответственно, здесь происходит замещение одних целей с другими. Например, личностные цели, которые касаются только вас, подавляются целями более социальными, более устойчивыми, как правило, не вашими. А значит, основанными на запретах. На запретах, например, тех же родителей, которые могли являться гласными или негласными авторами их. Но это указывает косвенно то, что вы засыклены. То есть, вы не можете, как бы, думать ни о чем другом, если я правильно вас понял. Вот. Что говорить о навязчивости мыслей? А навязчивость мыслей, в свою очередь, это не что иное, как, значит, навязчивость мыслей, это не что иное, как запрет. Запрет думать о чем-то другом. А компенсация только на одном, потому что так нужно, так правильно и по-другому быть не может и не должно. Вот. И это тоже не является вашими мыслями. То бишь, здесь также необходимо отграничить эту зацикленность и ее неестественность для вас. От того, что является собственно вашим, собственно личным. То есть, ревность это отсутствие собственной значимости, то есть реализованности. То есть, соответствие, совпадение вашей системы ценностей и ваших способностей, которые у вас, безусловно, и есть. Ну и, понятное дело, значение для вас, молодого человека, тоже имеет очень большую важность. Потому что то, как вы воспринимаете его, то, как вы воспринимаете возможную измену, чем она для вас так страшна и что за этим стоит. А также, почему вы этого так боитесь, также подлежит разбору. Ага. То есть, здесь очень важно понимать, что ревность, особенно если вы зациклены на ней, проблема достаточно серьезная. И она негативно влияет как на вас, потому что вы в постоянном напряжении, в постоянном контроле, так и на молодого человека, с которым тоже морально и психически может быть тяжело находиться с вами. Вот. И, значит, чувствуя, как вы его ревнуете, он инстинктивно, интуитивно может думать о этой самой измене, просто потому что вы постоянно его в этом подозреваете, и человеку может надоесть вам доказывать, что он вам не изменял. Тут важно указать на еще несколько моментов, которые мне кажутся очень важными. Первый момент связан с тем, что вы пытаетесь, вероятно, его контролировать. Контроль, который вы продвигаете, ну вот, в отношениях с мужчиной, это ваше стремление к безопасности. То есть, через контроль вы достигаете безопасности, в которой нуждаетесь сам. И если потребность безопасности является, в принципе, нормальной, если потребность безопасности является, в принципе, естественной, что, значит, тот факт, что вы переносите ответственность за нее с себя на другого человека, является деструктивной моделью. Потому что за свою безопасность ответственность в первую очередь несете вы. Первый аспект и аспект второй, который я хотел озвучить вам, это то, что вы живете на расстоянии. То есть, подсознательно вы выбираете те отношения, где нет близости, как физической, так и, соответственно, духовной. Это означает, что близости, скорее всего, вы боитесь, чем и продиктована ваша ревность. То есть, ревность связана с тем, что близости вы хотите, потому что она должна принести вам комфорт, гармонию и счастье, по вашему мнению. Но в то же время она же несет и боль. И отсюда возникает противоречие. С одной стороны, это самое главное, по вашим установкам, с другой стороны, это очень болезненно. Опять же, по вашим ощущениям, по вашему опыту, возможно. Вот. И мне кажется, что в первую очередь здесь нужно обратить внимание на боль. То есть, с чем связана боль, брать ответственность за свои ощущения и не прикладывать их на мужчину. Вот. Это все. Работа, индивидуальная работа с вами, с обязательным исследованием вашей истории, вашей семьи, ваших отношений с родителями, мужчинами и прочее. Вот. То есть, здесь, к сожалению, на какой-то быстрый ответ, на быстрое решение проблемы рассчитывать, к сожалению, не стоит. Да? То есть, я здесь буду с вами чистен. Вот. Не стоит, не стоит рассчитывать. Но то, что вы можете сделать пока, то, что вы можете сделать пока, чтобы отношения ваши все-таки окончательно не разрушились, это два основных момента. Первое. Обязательно проговорите, обязательно поисследуйте возможность для себя и вашего молодого человека быть вместе. То есть, конкретные сроки, когда вы сможете быть вместе, когда между вами не будет расстояния, когда вы сможете друг друга каждый день видеть, наблюдать нам и так далее. Без этого невозможно построить ни одни отношения, без этого невозможно выстраивать ничего. И, собственно, до тех пор, пока вы находитесь на расстоянии, и пока между вами все время находится какое-то пространство, до тех пор, ну, можно говорить о неполноценных отношениях. Точнее, даже о наличии иллюзии отношений. И вам бы здесь лучше прийти к тому, что пока вы не будете стабильно вместе, пока вы не будете стабильно рядом, либо вы, соответственно, не сделаете каких-то выводов относительно этого. Например, если мужчина не может находиться рядом с вами, то это вам не подходит, и, соответственно, вы выбираете другого человека, более, так скажем, осёдлого, да, менее подвижного. Вот, значит, либо вы до тех пор, пока мужчина не будет рядом с вами, просто не будете считать его своим. Ну, всё это чисто вот так вот, то, что вы можете сделать сейчас, да, то, что вы можете сделать прямо сегодня. Также, помимо этого, я рекомендую вам отслеживать свои ощущения и каждый раз, когда вам, например, хочется ревновать, да, каждый раз, когда вам хочется устроить сцену ревности, отслеживайте это и проявляйте позитив. То есть, необходимо понимать, что ревность – чувство рэкотно, то есть, оно неестественно. И, скорее всего, ревность призвана на глубинном уровне защищать вас от возможной боли, которая неминуемо имеет место быть, если вы сближаетесь с людьми, допустим. Поэтому, то, что вы можете реально сделать сами – это усилием своего разума, усилием своего сознания. Каждый раз, когда вам хочется устроить ревность, устроить сцену ревности, проявить себя позитивно. Если вы закрепите это, если вы закрепите эту модель поведения, то вы увидите, что проявляя больше позитива, у мужчины будет меньше желания вам изменять. А если это всё же случится и произойдёт, если всё же, ну, он вам изменит, то дело не в вас, а в том, что просто, возможно, вы ему по той или иной причине не подходите. Что, в принципе, вполне нормально и достаточно часто бывает в жизни. Хотя и, безусловно, неприятно. И чтобы данные последствия были максимально безболезненными для вас, необходимо отслеживать, опять же, с позиции личных границ, что вы делаете для человека, в какой мере вы готовы для него стараться и когда, самое главное, когда вы начинаете с собой жертвовать. То есть, отдаваясь болью, отдаваясь негативом, отдаваясь надрывом и так далее. По факту вы здесь не раскрываете никакого субъективного аспекта, кроме того, что навязчивая мысль постоянно, что любимый человек не изменяет и обязательно найдёт себе кого-то получше. По факту ничего больше вы и не пишите. И это говорит о неком странном отношении к вашей ревности. То есть, если вы действительно хотели бы решить проблему, вы бы, наверное, написали бы что-то побольше, рассказали бы подробнее, как она развивалась и появилась нам, скорее всего, не сразу. Вот. А вы написали всё очень кратко и такая серьёзная проблема, как ревность, ну, в рамках такого текста и в рамках такого диалога решена быть не может. Вот. Вот. И вот просто сами подумайте, вот какого ответа вы ожидаете. То есть, просто вот подумайте, какого ответа, с какими ожиданиями вы писали здесь вопрос. С серьёзной ли целью вы это писали? С серьёзным ли намерением вы писали, задая этот вопрос, решить проблему? Мне почему-то кажется, что нет. Вот. Тем более, что вы пишите благодарю за ответы. Ну, какой здесь может быть ответ, когда ревность это следствие важных внутриличностных конфликтов? Вот. И последнее, что, наверное, хочется вам сказать, это то, что если человек любимый, да, то есть, если он ваш любимый, он вам никогда не изменит. А если человек изменил, значит, он не такой уж и любимый. Вот эти вещи всё же следует учитывать и подумать также, что для вас значит измену. То есть, что для вас это означает? Опять же, представьте себе, что вам изменяют. И подумайте, какие мысли это у вас вызовет? Какие чувства вызовет у вас это? Ну, всё это как бы длительная работа с вами. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за внимание!